Лена, это вам. Все кристаллы чувствуют себя спокойно, уверенно. Им не больно, с ними все хорошо, они очень классно работают в этих свечах. Они были в этих свечах уже может 10 месяцев. Я вначале немножко как выпа переживала за более мягкие кристаллы типа Данбурита, но Данбурит сам отвалился. Я почему-то у меня рука не поднялась их доставать, они уже должны были доработать так, как я задумала. Вначале я умом думала, что надо будет достать, когда я буду прожигать, просто пусть воск наполнится этими вибрациями и я достану и буду прожигать. Клиентам думала, в принципе, когда я делала другим людям, я им говорила достать эти кристаллы. Сама же планировала проверить, как это будет прожигаться. И оно великолепно прожигается. И вот, ох, хотела только что, наклонилась забрать везувионит. Хотя это лава, походу, с ним ничего не должно произойти. Хотя он хрупкий, но везувионит, он в таких жерлах рождается, что с ним должно было бы быть все нормально. Сейчас апатиты. Апатиты тоже мягкие по моусу. Вообще тут много кварцев, поэтому я не очень парилась. Исключение тут были там заниты, донбуриты, цаварит, один лепидолит, но он в кварцевой подложке. Что еще тут у меня было? Апатиты помягче эти, медь, содержащие намибийские диаптазы. Шпинель выдержит. Что тут было еще? Вот этот весь в высокочастотниках был. Я вот то, что вижу с этой стороны говорю, но оно вот плавненько многое просто само отвалилось. Зато огонь был сказочный. Первый мой огонь такой. Просто нити столбы света от свечи туда в галактику. Очень классная энергия. Такая дзеновская абсолютно. Даже меня что-то в болтовню проперла. Какой фитилечек красавица. Папара-тиквы. Не видно. Красиво работает вот этот фитиль. И раздвоенное пламя показывает, что снимаются чужеродные программы. Раздваивается пламя. Тихонечко так скидывает. Вот часть высокочастотников я вижу там. Эти бразильские и африканские эти цитрины. Часть наверное я не увижу. Они останутся здесь работать. Но у меня такая идея была в ходу. Оставить для работы себе здесь несколько кристаллов под камнем. Вон я смотрю они рассыпались, цитрины. Наверное пусть будут. У меня здесь оказались и пирамиды. Я забыла в траве. Нашла через несколько дней и то случайно. Мне нравится синхронный. Топазик сейчас отвалится. О, отвалился. Ну какое доброе пламя появилось. Снежное очень. Может потому что я ближе к нему села. Оно изначально было таким плейдианским. Каким-то струнами, платиновыми, опаловыми вверх поднималось. Ну такой высокой чистотой было. Звенящими нитями говорящими. Ну тут плейдианских кристаллов много и жасмин работает еще. А сейчас что-то анахатное. Я правда про анахату и говорила. Меня чего-то передернуло в предыдущих видео. Поговорить о смысле жизни. Ароматно. Анахатно. Нежно очень. Очень мне нравится эта энергия сейчас. Вот этой анахатой и вычищением вот этим пламенем золотистым и раздвоенным работает именно та свеча, которая связана со всем, что я говорила, с выбором чувств, выбором любви, со смыслом жизни, с внутренним ребенком. Ну в общем адресная свеча, кстати, работает и как-то высветляется. А свеча меня точно услышала. Работают эти программы сейчас. Очень нежно. Не знаю, как вам. А у меня анахата поет. И такое наполнение энергии идет. Надо будет повторить. Мне понравились эти свечи. И, кстати, хорошо бы и в пространстве горели. Не на улице. Мягко, нежно. И те вибрации, которые сейчас поднимаются туда, вот в небо, вот такие нити строят, они бы выстроили контур в пространстве. Надо будет для гармонизации таких наделать. Такой прямо. Тоненький, изысканный. Вот эта свеча, что ближе ко мне, она как раз про те программы, которые я проговаривала. И вот она нежнее всех и работает сейчас высокочастотно. Очень мягко. И фитиль, кстати, у нее по-другому работает. Так как я знаю, что за программы здесь просто персонально, я не буду озвучивать. Получается, что я говорила для этой свечи и одновременно вела потоком трансформацию этой свечи вместе с огнем. Ну, а я в свече всегда зафигачиваю поле человека ДНК. Соединяю с вощиной каждый атом, все пространства, вплоть до зачатия. Все места, предметы, которые там прикасались к которым. В общем, полностью объединяю. Так как пространства и времени нет. Вот в магии это, наверное, называется вольт, как фантом. Вот у меня свеча, я с собой так работаю. Фитиль это, назовите, душа, сердцевинная линия, серединная линия. Как еще можно назвать? Храм сердца, поток. Вон вторая начала высветлять чужеродные воздействия, показывать. Вот. И получается, что прогорает, выгорает вся информация. Настрой на то, чтобы выгорело все чужеродное, ненужное. Все, что мешает человеку двигаться дальше. Ну, как и у меня на занятиях в коридоре. Все, что мешает прийти к искомой цели. Ну, вот оно прожигается. Оно еще зарядилось высокочастотниками. Сейчас прожигается вся информация, расплавляется. А вот там, где я проговорила проблемы, фитиль скрутился. То есть, как-то пошло трансформироваться или сворачиваться. Деструктивные программы. Что-то вот с этой сердцевиной линией происходит, что-то меняется. Потому что те стоят ровненько. Как-то я на солнышке оказывалась. Вот оно. Надо меня поджать. Прикольно этот контент, который они слушают. Даже все из страха. И желание сбиться в стаю. У цельного, заземленного человека не будет желания слушать. Такие тексты или такой бит. Это просто они болями друг с другом делятся. Ну, мы им тоже пошлем немножко этого огонька. Пусть возьмут тогда, когда им надо будет. Сейчас, может, им неуместно. Это, может, им надо другое что-то пройти. Мы уже планировали. Но если где-то внутри будет запрос на уверенность, на способность строить свою жизнь, пусть берут у нас этот огонечек. У нас много. Мы все клеточки одного организма, поэтому... Исцеляешься сам, исцеляется окружение и находит свой путь к счастью. Продолжение следует. Продолжение следует...